всем привет сегодня хочу показать вам как можно упаковать деток фиалок для отправки их почтой покажу вам два варианта упаковки сегодня немножко попозже сниму для вас еще одно видео где я покажу как упаковать растения без стаканчика в zip пакет именно детки фиалок сегодня для упаковки нам понадобится пакеты пакеты должны быть небольшие вот они у меня вот такого размерчика скотч туалетная бумага листы а4 или детский картон до детского творчества также можете использовать спонжи я их не использую но я покажу как можно ими пользоваться так для начала нам необходимо вытащить бирочку если она у вас так как у меня кофе на кофемешалки вытащить ее с краешку и поставить ее по центру потому что если она останется вас краю вы не сможете надлежащим образом зафиксировать грунт чтобы он не высыпался после того как вы зафиксировали нашу бирочку нам нужно закрепить грунт чтобы при пересылке он весь не высыпался для этого я использую туалетную бумагу можно использовать спонжи как бы я их отказалась использовать потому что в принципе очень хорошо держит но можно для начала для этого вы должны разрезать его немножко почти до конца и проложить по стволику как бы фиксируя нашу корневую систему вот таким образом я повторюсь еще раз я использую туалетную бумагу отрываю туалетной бумаги сколько мне примерно необходимо и начинаю прокладывать ее под ствол для того чтобы зафиксировать делаем это мы это вот таким вот образом я ее прокладываю вторым пальцем как бы я ее немножко туда вминаю мы как бы ее как закручиваем туда не просто оборачиваем а вот немножко складываем ее вот так вот фиксируя делая вот таким образом как закрепляем наш стволик чтобы он держался чтобы не только земля высыпалась но чтобы еще не болтался сам стволик вот вот таким вот образом я закрепила нашу туалетную бумагу вот смотрите как это выглядит так вот видите она немножечко туда вот я ее запихнула примут прям хорошо сильно запихнула это еще дополнительно помогает когда ваша детка увлажненная сильно и данный способ поможет детки во первых сохранить влагу но при этом она не будет у вас подгнивать поскольку вся влага будет вот этой бумаги и она будет ее просто постепенно отдавать растению если у вас растение совсем совсем мокрая перед тем как помещать фиксировать эту туалетную бумагу сам торф вы можете под донышко стаканчика положить спонж вот таким вот образом у меня детка не мог не влажная поэтому нет необходимость этого делать но я вам сейчас покажу как это можно сделать берем теперь наш пакетик открываем помещаем наш пакетик сначала спонж повторюсь это если у вас влажная детка влажный торф детки ставим вот так вот на спонжик если у вас фиалка достаточно недостаточно не мокрая как бы вы можете вот не использовать теперь мы начинаем подворачивать наши пакете подворачиваю таким образом чтобы закрепить вот эту вот нашу туалетную бумагу можно сделать это разными способами можно просто так вот взять или закрутить но я ее заворачиваю пакетик просто подворачиваю то что же как вот мы делали как бы туалетную бумагу немножко туда вот вминаю посмотрите не знаю как он видно не видно заворачиваем так чтобы у нас почти весь пакетик он у нас горшочек прям облепил ничего мне тут не свисает ничего нет вот так вот он делается цвета под моего подвернули вот так вот краешек мы скрепляем скотчем наш торф наша детка зафиксированный мы можем спокойно перевернуть она не высыпется все с ней будет в порядке также у нас таким образом сохраняется влага теперь нам нужно каким-то образом сохранить эту всю красоту почтовой коробке для этого мы должны ее запаковать я использую туалетную бумагу таким вот образом берем туалетную бумагу прям рулон и начинаем скручивать такую нашу скажем так вот так вот таким образом можно отправить и цветущие детки и большие розетки данный способ дает возможность очень аккуратно сложить листики и сделать их менее объемным для того чтобы они хорошо и легко вошли в посылочку посмотрите как мы это скручиваем первый слой вот мы скручиваем просто для начала надо просто ее обернуть так вот мы ее почти все скрутили делая это до верха чуть чуть больше здесь вот так вот я потом примена как бы запечатывая ее и продолжаем крутить теперь в обратную сторону нам нужно скрутить такой моточек чтобы вы чувствовали что данная бумага не порвется но и в то же время она немножко защитит растения от повреждений то есть вы крутите пока не посчитайте нужно как бы я думаю что тут это уже достаточно пока то обрываю и закрепляю тоже немножечко скотчем чтобы она у нас не размоталась эта куколка вот таким вот образом получается я запечатываю деточку потом я их мог складываю либо вот так вот лежа если их много если деточек немного я их могу поставить посылку стоя в коробочку сверху накрываю либо пупырчатой пленочкой такой вы знаете которые упаковывают технику телевизоры микроволновки так дальше и не так очень хорошо доходят могу сказать что вот такой вот способ за карьера зарекомендовал себя очень неплохо и на данный момент я пользуюсь именно таким способом но теперь покажу вам второй вариант как можно и запаковать его данную детку в другой материал это либо листы а4 либо если такой вот детский картон картон для детского творчества покажу вам как у меня вот такой вот у меня картон он не слишком толстый ну как бы можно и пользоваться если вы используете листы а4 то я конечно советую брать вам хотя бы три листика потому что один листик это ну совсем никакой защиты он вам не даст проделываем все те же манипуляции что мы делали с предыдущей деточкой то есть сначала спонжик на ней кстати она только пометит детки полученные она будет видно как я бумагу туда засовываю могу не жалейте это что-то достаточно так чтобы она держала и землю и растения если это мини фиалка можно закрутить и почти до верха теперь вот так вот мы закручиваем и как бы не поднимаю и накручиваю на сам стаканчик эту пленочку немножко обматываю вокруг фиксирую скотчем вот так вот у нас уже готова наша конструкция для закупления вот мы берем например наши листики а4 можно их свернуть просто вот так вот рулончиком можно и высоко вернуть кулечком кому как удобней я сворачиваю обычным теперь нам нужно подвернуть его сверху и снизу что же дочка не ездила у нас сначала я снизу подворачиваем снизу можно оставлять поменьше бумаги если у вас деточки крупные большие можно просто снизу даже не подворачивать а вот чтобы стаканчик был снизу и также я делаю сверху и вот таким вот образом запечатываем вот таким вот образом также у нас запечатывается деточка она в этом стаканчике не ездит в этой извините конструкции нашли не ездит держится очень хорошо крепко не могу сказать что она прям вот такая вот упаковка что прям ее можно на нее что-то поставить и так дальше но мы все-таки отправляем растения поэтому дополнительно сверху я повторюсь прокладываю пупырчатой пленкой либо большим количеством еще бумаги какой-нибудь чтобы вот эти вот наши тубусы по почтовой коробочке не катались туда-сюда они должны быть все очень плотно плотно поставлены друг к другу и в таком случае они очень хорошо доедут до своих хозяйшек и вас порадует всем спасибо за внимание если у вас будут какие-то еще вопросы пожалуйста пишите в комментариях или мне в директ также можно вот использовать картон он немножко потолще повторюсь ну вот какой способ выберите для себя вы это уже вам решать